В Тверской области в 2022 году по программе поддержки местных инициатив дополнительно реализуют 74 проекта. Такое решение было принято на очередном заседании регионального правительства, так как проект является популярным и востребованным у жителей Тверской области за 9 лет существования. О том, что уже сделано и что будет реализовано в этом году, в материале нашего корреспондента. Программа поддержки местных инициатив дает возможность жителям Верхневолжьи благоустроить дворы, оборудовать детские и спортивные площадки, автостоянки, места для сбора мусора, улучшить качество водоснабжения, дорог, установить уличное освещение и системы видеонаблюдения, а также отремонтировать дома культуры. При этом большая часть стоимости проекта софинансируется из городского и областного бюджетов. Чаще всего жители региона стремятся привести в порядок именно придомовые территории. Также жильцы дома номер 2, корпус 1 по улице Бориса Полевого уже 4 раза принимали участие в проекте. Здесь оборудована контейнерная площадка, установлены скамейки и освещение. А жители дома 28 по проспекту Николая Корыткова инициировали оборудование детской площадки. В 2021 году она была установлена. Современные качели и горки положительно оценили и дети разных возрастов, и их родители. Аттракционы не только яркие, но и безопасные. Тверская семья Макаревских проживает на пролетарке уже долгое время. Андрей и Мария отмечают, что за последние годы район заметно преобразился. Мы живем с 2012 года в Твери, и на самом деле визуально преобразились детские площадки, потому что раньше, конечно, такого не было. Они все модульного типа, потому что в какой район бы ты ни заехал, они практически все одинаковые. Стандартные. То есть там песочница, качелька, мотоцикл и все остальное. Но видно, что они преображаются. Благодаря программе на первом переулке Красной Слободы дом 7-1 недавно появилась спортивная площадка. Она стала настоящим подарком для местных ребятишек. Теперь они могут играть в спортивные игры у себя во дворе. Здесь установлено ограждение и современное безопасное покрытие. В этом году должна преобразиться еще одна площадка в Пролетарском районе. На детской площадке во дворе дома номер 27 по проспекту Ленина еще старые советские паутинки. В ближайшее время здесь появится новое игровое оборудование. Оно будет установлено при поддержке программы местных инициатив. На эти цели будет затрачено 440 тысяч рублей. Большая часть стоимости, а это 305 тысяч рублей, субсидии из областного бюджета. Такие объекты, надо отметить, появляются во всех районах Твери и в других городах Тверской области. Всего в 2022 году по программе поддержки местных инициатив будет реализовано 262 проекта на 211 миллионов рублей в 38 муниципалитетах. В середине марта этого года был проведен дополнительный конкурс, который позволит воплотить в жизнь еще 74 проекта. Это решение поддержал глава региона Игорь Руденя. Важно отметить, что большое активное участие принимают жители региона, жители всех муниципалитетов. Причем голосуют за каждый проект своими взносами. Пускай это небольшие суммы, но мы видим, что очень большое внимание, очень большой интерес проявляют жители, в том числе при контроле качества проведения работы и при сдаче объектов. Самыми активными участниками программы стали Старецкий, Благовский, Фировский районы, Вышневолодский и Осташковский городские округа. Со старта программы в 2013 году количество проектов ежегодно растет. С 2016 по 2021 год создано 1582 объекта инфраструктуры.